Здравствуйте! Сегодня 14 октября и вы смотрите ежедневный обзор рынка от Макси Форекс. Пара EURUSD провела вчера ничем не примечательный день, торгуясь в узком диапазоне 1.3910 – 1.40. Незначительный спрос позволил евро на азиатской сессии лишь передвинуть максимумы предыдущего дня к верхней границе диапазона. Даже активный рост в большинстве секторов промышленного производства еврозоны не сумел изменить динамику пары. Евро несколько раз попытался пробить верхнюю границу диапазона, но потерпев неудачу откатывался назад и в конце концов завершил день, балансируя вокруг уровня 1.3960. Резкое изменение в ситуации принесла азиатская сессия четверга. Доллар внезапно обвалился по всему спектру рынка, позволив евро пробиться наконец через уровень 1.40 и буквально взлететь к уровню 1.4094. Причиной столь резкого хода стало заявление по монетарной политике, опубликованное высшим органом денежно-кредитного регулирования Сингапура, о том, что национальные валюте позволят расти более быстрыми темпами в пределах более расширенного валютного диапазона. Это известие пробудило рынок и спровоцировало обвальные продажи американской валюты. Тем не менее, на наш взгляд, это событие не станет новым драйвером подъема евро. Учитывая техническую картину по данной паре, значительную перекупленность единой валюты и наряду с этим многочисленные экономические проблемы большинства стран еврозоны, ожидаем разворот пары от текущих ценовых уровней и снижение курса евро в направлении 1.4028, 1.3955 и 1.3914. Сценарий может измениться, если евро удастся преодолеть уровень 1.4094. В этом случае возобновится подъем пары в направлении 1.42. Британская валюта начала вчерашние торги с довольно неплохим настроем. Используя общую слабость доллара, быкам по фунту удалось остановить предыдущее снижение пары и от уровня 1.5755 начать восстановление. К концу дня пара достигла уровня 1.5907, а обвал американской валюты на ранних торгах в Азии позволил фунту передвинуть достигнутый максимум на отметку 1.5992. Сегодня на торгах в Европе предполагаем очередную попытку пары фунт-доллар протестировать максимум прошлой недели 1.6017 и если попытка окажется удачной, продолжение подъема в направлении 1.6256. Если же паре не удастся преодолеть этот уровень, последует разворот и снижение пары к целевым уровням 1.5938, 1.5884 и 1.5843. В экономической статистике четверга центральное место занимает показатели США. Среди них сентябрьский индекс цен производителей, количество первичных и вторичных обращений за пособием по безработице, сальдо баланса внешней торговли, а также данные по запасам сырой нефти и природного газа от Министерства энергетики. Можно также отметить ежемесячный отчет Европейского центрального банка, который сегодня будет представлен Евросоюзом. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.